Ииии, всем кукушеньки, дорогие друзья, сегодня с вами, допустим, мой друг Диган, это матч на заказ, Читоверик, Читоверик, угольник, Сезару, против Брука Леснера, против самого Батчо, против Чадо Гейбла, матч за титул Сия, Дабл, Дабл и Вселенная. Ииии, всем привет, дорогие, смотрящие с вами, я, Зиган, и, допустим, да, это матч на заказ, и тут, короче, какой-то чемпионшип сейчас будет выбирать, допустим, какой я не знаю, потому что он мне ничего не говорит, говорит секрет, вот. Кстати, вот персонажи у нас, кроме Чадо Гейбла, извините, все такие, прям как на подбор, особенно в таком-то матче, это будет интересно, особенно посмотреть на пародию Блока Леснера в роли самого Джо. Не, на самом деле, такое чувство, как будто он его копирует, да, штаны его скопировал, и тот Блока Леснер такой, а, ладно, я другие штаны наденусь. Ну, чтобы не политься, не пить. Ну, чтобы не политься, да. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Чарьеву нагибает всех и вся просто. Не чувствует ни хого и ничего. Выход личный. Как же это называется? Как же это называется? Каннонбол, вот точняк. Шарат Боули. Это называется то, что все начата гей было вначале забили. Вот. И поплатились за это. Потому что... А кстати, никто с моей не сбивает вроде бы. А так это же Элиминейшн. Какая разница-то? Вот это и прикольно. А вот так? А брошь получить, а? Какой ты... Какой ты лёгкий вообще. Кстати, Лайткаует у нас Сезара и он так поднимает. Прям жестко. Да, он ещё довольно-таки давно получил своё РМГ. Как раз помнишь вот эти вот качельки? Вот это вот его. То есть он так крутил Андре Гиггу, Андре Гигант, Биг Шоу. Он всех так крутил. Тяжеловесов он просто брал. Андре Гиганта? Нет, не Андре этого. Переликого Кали, да. И Биг Шоу. А то ты Андре Гиганта крутил. Я такой, кого он крутил? Ну может он его и крутил, но не на качель. Ну заползай ты. Нет, почему? Он крутил Андре Гиганта, потому что он выигрывал самый первый турнир. Ну, ой. Ты чё рефери бьёшь? Я в тебя его швырнул. Конечно, могу я рефери за ногу бить? Могу. Все его бьют. Рефери хотят элиминировать. Саму Аджо, привет. Опа. Смотри, я кого могу перебрасывать. А тут же пени где угодно, там можно. Вот ещё один очень жёсткий момент, потому что тут можно вообще убить человека, и никто не скажет тебе не надо. Но мне кажется, даже в Буэл без правил такого правила не предусмотрели, да? Ну да. Всё-таки неприятно будет. Как минимум, компенсацию за тело платить не надо. Класс. Чат Гейл пока что ломает руку. Какой роббрейкер? Вы серьёзно? Пинять можно везде, правил нет, но канаты присутствуют. Само собой. Это классно. Пока что Чат Гейл был в игре, Чат Гейл будет нагибать всех и всех, потому что я не уверен на самом деле. Почему? Опять руку ломаем. Посмотрите, он просто спец по рукам у нас. Чат Гейл. Как он их ломает? Как боже. Ага. Сейчас их накостыряют. Да, ничего страшного. Почему мне судья говорит слезть? Сэй, кстати, чё могу? Броклестер. Даже Сезар нагибает Броклестер. Не то, что Фредди в проповедниках хороших матчей, а даже Сезар. Для Сезара нормально. Не, я не спорю, но... Край всем мне нравится. Поэтому его выбрали. А вот для Чат Гейл почему? Нет, Чат Гейл тоже своя, так сказать, самородок, потому что он очень хороший. Но не продвигают его как надо. Он сейчас, по-моему, вообще не выступает. По-моему, он... Жена. А он типа из новичков? Ну, не... Ну, относительно. Он, да, он самый поздний из всех... Нет, самый поздний. Конфициально самого Джо. Он из NXT вышел самый... Самый... У меня чё-то в голове такое, типа, может посмотреть новый рестлинг. Спустя три года даже. Может ты не думал. Ну да, там, Дио Брайан с Кейном выступает. Да, опять. Я же не смотрел его с того момента, как... А, с тридцатой Рестлмани, вот всё. С тридцатой Рестлмани я не смотрел. Но вот что не меняется, то, что Броклестер чемпион... Ну, в реальном WWE, у нас-то он сейчас со сумной паной. Так и будет всегда. Но вот в реальном Рестлинге он чемпион. Особенно, когда я буду за него играть. Это будет всегда, дорогие друзья. Наконец-то, я с реверсировал этого грёбанного самого Джо. Я, пожалуй, вернулся на ринг, потому что неудобно, вот когда камера такая опалённая. Да, нормально всё. Да, я просто встану на ринг. Чё ты? Вот даже биту возьму, чтобы просто было. Давайте, помогу Сезару. Потому что Броклестер самый No Name из этих всех. Понимаете? Всё, иллюминировался он. Чего? Классно, классно. Ахей. А я же говорил, что это очень странно. Ладно, я чуть был уверен, что... А я говорил, что это очень странно, что мне судья говорит, здесь с каната в канаты ещё. Походу иллюминируется. Ладно. Был неожиданно. Я же говорил, что Чад Гейбилл первый был. Ну, зато это будет воли. Это очень странно. Ну, окей. Ну, видимо, так это и работает. Ну, чё пойдёт. Вот, видите, выбрасывает у нас. Чад Гейбилл разозлился просто. Он знал, на самом деле, что правила такие. Ну, просто... Он понял, что он здесь не выиграет. И... Он решил травмировать, короче. Самое забавное, что, по-моему, даже Брок Лотсон да и не втащил. И никому не втащил. Просто у воздуха, да, он такой эллиминировал. Ну, ладно. Под... Под... Подсуд... Вот... Судью намыло. Хе-хе-хе-хе. Вот стопутняк подслуживает вот этим двум большим людям. Ну, да. А Сезар от такой в сторонке такой. И мне надо восстановиться. Вот, знаете, Эрли. Вот, типа... Как это? Раннее восстановление. Да. Ну, какое раннее восстановление может быть, когда Брок Лотсон меня подняли? Да? Нет. Дмитрий Нечаев, извиняй, если ты болел за чат Гейбла. Либо просто хотел посмотреть хороший матч. Ну, так получилось. Я вообще не думал то, что в четырехстороннике эллиминашн нельзя хминать. В принципе, если что, мы можем перезаписать. Ну, да. Так что... Да, напиши этот матч еще раз в теме. Потому что у Миши Роли вписал то, что Шинский Накамор против Файжа остался Ирон Мэн надо играть, потому что там ничего не понятно, кто титул взял. Но! Нужно написать этот матч еще раз в теме, чтобы мы его переграли. Такие вот, довольно-таки легкие и фрайвы. Так что да. Ну, Сезаро пока что справляется очень даже здорово. Вот этот матч, вот Андрогигант, да? Вот этот вот, эй, отстань. Отстань, отстань. Да, да. Срая мистерия, да. Ну, давай, Сезаро, у тебя есть. Омагад! Вертел ты Брока Леснера. Все вертели Брока Леснера. Сам только Брока Леснера. Кинг Суинг. Королевский качель, наверное. Королевский качок, извиня. Ну, кидай уже. Бам, и Пи, нету убилка. Брока Леснер должен улететь. Ну, Toufus он не настолько жесткий. Он не настолько мягкий. Ну он просто решил многие раз Bretonый. Ну, это трудный матч же. Сезаро пока же самый здоровый из троих, что удивительно. Хоть, казалось бы, да? Но, сезаро я стараюсь�... Походу, мы объединяемся против Брока Леснера. Никогда не бьет его по яицам. Эгази вathiadio. Сейчас он сделает свой синхрон. Нет, смотрите. Брок против. Если Брок против, подключается санарат, который гребает Джорнуссу. Объединяются рестлеры против Брока, понимают, что он один из, ну так сказать, здесь самый такой качевый, так сказать, которого надо иллюминировать, чтобы потом поделить титул между собой. Чего делается в Воджо? Я не знаю, он прыгать на меня собирается. Нет, даже Шейн Макмен так не долетит. Да даже Александр из NFR так не долетит в Ghost to Ghost, чем... Вот, кстати, Сигно самоувыдил. Да, отлично. Нифига Сигно. И будет пинить меня. Да, расслабьтесь, самоувыдил. Но он вырос после сигнатурки, все ворваются, даже Брок просто. Да, очевидно. И если Брок вывыдил, Чейкина, ну ломает плечико к этому Броку, чтобы... Чего-то Сезаро так долго лежит, пипец просто. Ему нормальное, сказал Сезаро, но... А зачем напрягаться, если тебя не бьют, да? А, кстати, реально, а че он так бухнет лежит? Может, ты того? Нет, нормально. Нет, опять в живот. Даже Брок Лассен бьет в живот. Где вот такой Винни? И ни хрена, разбег от канатов. Просто размялся, просто размялся Брок Лассен, чтобы дальше добиваться. Сезаро Винн, Сезаро Винн. О, е-мое, чудел, чудел. Ну, у него пока что ничего нет на тебя, то есть даже сигны нет. Так что, может, покажешься. Компроматов тоже нет, ничего нет. Кто он такой вообще? Ну, бой, чудел, 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 чудел. Не надо. Такой бесполезный, он никогда не понимал. Вот это положение может быть опасно только в одном случае, если ты... Кто же это был-то? По-моему, Юрий Чистяков, опять-таки, вспоминаю Монотарь, Юрий Чистяков получил толстый кост в таком положении от Александра. Это было жестко. Но только в таком положении это смотрится опасно. Больше никакой прием в таком положении опасно не смотрится. Монтаж Монтаж, я сейчас помню? Нет, это называется как по-другому. Компинить везде можно где угодно, и неужели? Раз, два, это был финишер самого, что очевидно. Три, да! Самому Бутчо против Сейзару! Сейзара попадает. Эллиминейте! Барклессер негодует. Ау! Ау! Что вы понесли, что делать? Что делать? Ну вот он почти что. Ау! И у него появляется Сигна, которая может быть проведена. Но, кстати, Само Джо тоже появлялся. И, кстати, именно он запенил Дио Брайна. Так, темно. Ну и что делать? Что делать? Ооо! Ай, да уходи! Опять в пузико бьет. На! Трой пузико страдает Сейзар. Надеюсь, ты плот не ел перед матчем, а то обид не будет. И Сигна Трубов, да, точно в цель. Один Джерман Суплекс. Сейчас будет в... Где-то я это уже видел. Ну так, все верно. Вот этот Драгон Суплекс и удержание. Бам! Нет, не удержание, удивительно. Я думал, что он сразу будет. Он здесь не хочет, смотри, финиш. Да. Который свистнул Сейзара, поздравляем его с удачным сейзаром. И финиша Сазара ему в еле балла. Да. Блин, это четверик. Нужно было без Соска тогда, как правило другой. Прямо, ладно. Давай, Сазара, ты сможешь. Запините этого ублюдка. Шпиль как никогда. Да. Поздравляем Сазара с победой. Да. И вы сейчас увидите того, что в реальном рестлинге, скорее всего, к сожалению, никогда не будет Сазара с главным титулом. Даву-даву. Ну вот, да, после вот этих вот тех... Ваших апперкотов европейских удержаний. И вот качельки, качелька. Понимаете, Сазара избил Броку Леснера, чтобы самого Джо запинил Броку Леснера. Да. Ну это было можно. Ну, отчая до гибло, конечно... Еще раз. Гиблое дело было бить кого-то кувалдук. Ну, не знаю, зачем он это сделал, но, наверное, были свои счеты. Просто Брок Леснер ввел в заблужение, сказал, можешь мне бить кувалдук. Ну, хорошо. Скриньте, господа, скриньте. Такого, к сожалению, не увидите, реально. Смотрите, ему идет вроде как. Судите, ему пояс реально мелкий. Вот детский притащили. Ну, такой мелкий, реально. По-моему, разуме должен быть. Ну, окей, не мне судить 2К, хотя я имею на это право. Я судил. Я судил. Да, судас. Да, слишком.